Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли. Смотрела видео? Сколько сейчас новых гуров появилось? Да, их все больше и больше. Ну, знаешь, я даже начинаю вспоминать начало работы Центра Человека, когда я сидела и выбирала, кого бы пригласить, сколько их, кто из них профессиональнее, кто больше сможет рассказать. Удивительно, но сегодня Сегодня появилось очень много гуру тайных. И при этом они по 25 лет уже, оказывается, гуру. Ну да, они уже много лет гуру. И при этом они тайные, они в масках, они говорят голосом а-ля экстрасенсы, а-ля магии, а-ля с изменением голоса, с применением технических разных средств. Ты знаешь, что мне это все напоминает? Ну и используя управление восприятием, книгу первую, как поймать в ловушку сознание овна, тайну, припудрить мозг. И ты знаешь, обычно вот такими приемами профессионально пользуются люди, которые в прошлом либо были военными, либо имеют статус военных. И у них цель действительно собрать овнов. И перевести из одного стойла в другое стойло. Да. Ну это, да. Понимаешь, такое чувство, что... Встричь, стричь, стричь, стричь. На самом деле получается, что религия, крупные магнаты на рынке религиозном, знаешь, как классно звучит на рынке религиозном, но это факт. Этот рынок сегодня есть. Ты можешь стать униатом, ты можешь стать христианином, ты можешь стать иудеем, ты можешь стать буддистом. Куча буддистских течений на тебе. Буддизм алмазного пути или там через Далайламу или еще через... Там разные варианты буддизма. Точно так же, как христианство. Ты знаешь, это вот как ты зашел в бутик и выбирай, какого типа одежда тебе нужна. Вот. Все на выбор. И при этом оказывается, что вот эти крупные ритейлы начали проигрывать. Становится очевидным, что их учения терпят крах. И люди все более образованные видят нестыковки. Причем уже не просто видят, они видят очевидно маразм. И есть моменты, которые начинают... Ну ладно, смешат, да, когда клоуна дойдет. Но когда идет, например, расчленение и продажа частей тела по кускам, это вводит в ступор, на самом деле, человека здравомыслящего. И получается, что финансовые потоки падают. А для того, чтобы продолжить управление финансовыми потоками, надо придумать что-то другое. А что-то другое, тут ключевое, ты придумаешь, когда ты видишь богов, но тогда ты не сможешь стричь купоны. Либо ты будешь видеть овнов, но тогда ты сможешь стричь. Доить. Либо доить, либо-либо. И вот получается как раз-то на жадности, на жадности. И рождаются такие маги. И последний ролик, что меня сегодня подкинуло, я просто хохотала, когда уже даже ответственность за все эти изменения сейчас в мире, которые происходят, уже даже на Гурджиева вынесли. Я просто сегодня была в шоке. Думаю, блин, люди вам говорили, вы убили берду, и вы вообще не анализируете, что вы слушаете. То есть, ну ладно, если информация такая мудреная, и ты просто слухом залип, но у тебя же есть чувства. Ты же человек, ты почувствуй. Есть там ложь искажение или нет. И если там есть ложь, у тебя тело твое отразит эту ложь, и скажет, блин, чухня какая. А если там действительно правда, если там искренность, чистота, то твое тело отразит. Да, это об этом будет искать информацию, чтобы углубиться в нее. Это разворот к себе. Но сейчас очень много, очень много ерунды появилось. Опять-таки, вот смотри, мы прошли с тобой всю психику. Ты где-нибудь встречала понятие тонкий план? Ну нет, конечно, мы ни разу с тобой. Даже в надсознании нет понятия тонкий план. То есть хроники Акаши, как таковые, они закончились вот в блоке, который назывался «Душа души». Да-да-да. То есть это эго-ум, высший я, контур. И дальше чуть-чуть, следующий шаг, висело облако информации, и вот они, хроники Акаши. То есть это над эго и над умом. Это облако информации над эго и над умом. Но психика там только начинается. Причем надсознание там только начинается. Вот, я хотела сказать, что там только надсознание еще только начинается. Это еще до Б1, до платформы, до первой платформы. Это вот, поэтому, смотри, поэтому мы можем это видеть, проявленное в материи, и приборами можно зафиксировать энергии, потоки, вот эта часть, там, полятор сионный и так далее. Потому что они очень близко к материи. Они еще не в надсознании, они еще между материей и психикой. Вот, поэтому это там информация. Поэтому это еще, знаешь, так принимается. Она еще принимается. Да, как очевидно. Ну, как что-то такое есть. Но даже там нет таких названий, которые астральные, ментальные, каузальные. Мы ни разу с тобой не встречали. Это все туман. А смотри, как интересно, в психике устроено название. Вот ты идешь, и у тебя сначала идут там и абсолют мы встречаем, и силы встречаем, и образы встречаем, и драконии и так далее. А потом раз, кстати, все-таки вот эти китайские, их особенно даосизм, там какие-то вещи в образах пересекаются. И египетские образы пересекаются. В психике есть такие. А вот то, что сейчас, на чем просто паразитируют экстрасенсы, нету там такого. Просто нету. Это контур выдуманный. Это мир фантазии. Это мир до глубин психики. Именно до глубин надсознания. А именно надсознание формирует нашу реальность. Именно реальность. Оно ближе всего к материи. Потому что подсознание, то, что человек называет подсознанием, за зеркалье, туда вообще вход, еще попробуй пройди. И там вообще не такая информация. И там уже дальше у тебя меняются и названия, и информация в зависимости от уплотнения будет меняться, и вводится другая терминология. И в конце концов мы придем к «я» и «не я». И тогда становится понятна смена этой терминологии, потому что мы из «я», из физического тела раскладываем психику и потом складываем опять-таки в двойственность. В двойственность. А все структуры психики, даже есть территория, где есть многомерность, но эта многомерность именно касается чувствования. А все остальное, вот эти инопланетяне, это все закончилось в надсознании. А в подсознании этого нет. А многомерность есть именно в подсознании. Вообще, очень интересное было путешествие. И сейчас, когда прошел, дошел до ключевых моментов, вообще как это все материализуется, проявляется, и зачем и где появляется время, когда ты уже это четко зафиксировал сознанием, осознаешь, то понимаешь, что кроме тебя никого нет. Почему ты не понимаешь, а знаешь? И все из единства идет. Единство, да. Единство. И в единстве все должно иметь свое название. Без искажения. То есть, если это любовь, то это любовь. Это не забота и не внимание. Если это благодарность, то это чувство благодарности. Это не слова не на отшибись, не на отвяжись. Да, это не слова, за которые борются. Нельзя говорить спасибо, надо говорить благодарю. Это вообще не об этом. Это чувство благодарности. Чувство. Если мы говорим о жадности, то опять-таки, это будет чувство жадности. И оно будет чувствоваться, как если бы, и так далее. То есть, мы приходим вообще плотно в мир чувств. Кстати, о жадности отдельное слово хочется сказать. Жадность – это отдельная штука, которая, на самом деле, осознав жадность, ты осознаешь благодарность. Благодарность жадности. Не осознав жадности, ты не управляешь материальным миром вообще. Да. Потому что именно благодаря жадности проявляется материя. Существует материя. Существует материя. Без жадности материя существовать не может. Да. Но при этом, в зависимости от того, как проявлена эта жадность, ты имеешь либо… С позиции единства или с позиции ума. Если с позиции ума ты катишься с горы вниз. Если с позиции единства ты способен проявлять своим сознанием все, что ты создаешь. И осознавать, что ты создаешь. Самое главное, вот на чем мы сейчас висим, и самое сложное, наверное, это осознать, как же мы создаем. Потому что, вот смотри, ведь так или иначе, вот даже возьмем твой пример по жизни, да? Вот тебе захотелось сделать ремонт, муж сказал нет. Да. Значит… Значит, дом начал разваливаться на глазах. И причем уже хочется сказать, Иришка, остановись. До смешного, да. До смешного доходит. Иришка, остановись, перестань ломать этот дом. То есть сознанию все равно, мое сознание, оно заставляет мужа увидеть. Делать ремонт, да. Увидеть, что надо делать ремонт, будет так, как мое сознание создало и увидело. А до этого не рассыпался. А если да, а до этого не рассыпался, до этого хороший дом, все. Но муж остановился и говорит, не, материя двигаться не будет тебе навстречу. Теперь будешь. Да. Теперь будь. Это знаешь как. Без вариантов. Да, не осознаешь единство, да. Значит, разваливаемся. Да. Точно так же приходит болезнь на самом деле. Болезнь. Подсознание стучится человеку и говорит, упреждает. Сделай шаг. А человек говорит, мне нехорошо лежать на пляжу. И тогда. Да. И пошла болезнь. А человек начинает придумывать что-то, вынося, это так, это у меня от лекарств, это я не смогу, а это меня кто, это вот я поругался там с кем-то, да, и даже не думает сюда смотреть, чувствовать. Да. И тогда что получается? Еще, еще стучит, а потом тидишь. Ну ладно. И ты так или иначе поднимешься. А если не поднимешься, то поднимешься в новом теле. В новом теле пойдет. Через кладбище, через обнуление. На самом деле, вот эти моменты, это именно вопросы структурирования я в себе материального мира. Как ты осознаешь вот это тонкое-тонкое структурирование. Если мы в себе это способны заметить, отследить, то мы способны увидеть, как мы из подсознания полностью создаем все событийные ряды. И причем, смотри, какая штука, мы их создаем на уровне нашего тела, это маленький контур, потом на уровне нашего дома, быта, материального мира с декорациями. Это второй контур. Если мы сделаем шаг дальше, то дальше будет и страна, и земной шар, и вообще все, что касается планет. И пошло-пошло. Это все мир нашего сознания. И контуры полностью управляются нашей психики. Просто все по образу и подобию. Все по подобию. Причем, вот, когда ты рассказывала с домом, я ехала и осознавала, что ровно так же у нас на государственном уровне идет. Точно так же на уровне земного шара идет. Все один в один. Просто по подобию. Но мы не привыкли эту структуру, это структурирование именно у себя отслеживать в наших мыслях. Самое главное в наших чувствах. Мы вообще не допускаем чувства в эту область. А ведь они у нас работают, их никто не отключал. И наше сознание по-прежнему генерирует то, как и где мы будем жить и как и что мы будем проявлять. Все равно это никто не отменял. Это процесс бесконечный. Сознанию надо течь. Если оно не течет, оно течет тогда в другое тело и будет генерировать из другого тела. Да. Мало того, если сознание долго находится в ловушке материи, то есть одно тело не двигается, второе не двигается, третье не двигается, сознание начинает разрушаться. А разрушается оно для чего? Для того, чтобы рассыпаться и снова собраться. Чтобы рассыпаться. А рассыпаться это по образу и подобию это гибель цивилизации. По образу и подобию это прах тела. Да, да, да. Перезагрузка. Перезагрузка. Полная перезагрузка и это как конструктор рассыпать или пазлы картины и заново собирать. И заново собирать. Получится собрать все пазлы. Машину разобрал по запчастям, собрал, лишние запчасти остались, значит неправильно собрал, значит снова разбросал, снова собираешь. Но ты знаешь, тогда вот глядя на тех же самых родителей, у кого дети больны, там синдром Дауна, инвалиды, которые не могут дать полноценное здоровое продолжение рода, аутизм тот же самый и так далее, и так далее. Это про рассыпание сознания. Именно. И причем, как мы с тобой говорили, причем один ребенок в семье, допустим, болеет, а другие дети нормальные. Это предупреждение. Это подсознание уже говорит привет, мы идем на рассыпание. Это благодарность этому ребенку за этому сознанию, что оно предупреждает, посмотри, уже мы на рассыпании, мы идем на гибель цивилизации, ну гибель рода. На рассыпание. рода, да, там род будет. А если два, три детей, то прикинь, это уже не предупреждение, это уже крик. Это уже крик. сознание, которое ну как бы ну даже, наверное, просто как бы в этот момент у тебя, вот если ты осознаешь, и так знаешь, как сознание кричит уже о том, что вот просто у тебя последний миг, когда ты просто меняешь уже тело, уходишь. То есть даже не тело, а разрушение. И у тебя есть последний этот шанс сказать благодарю. Осознаешь или нет? Ну то есть вот это об этом на самом деле. А прикинь, как сложно было, помнишь, как сложно было матерям говорить детям благодарю и прости. Когда мы работали в чате, это, кстати, описано будет в книгах, которые Зайцев собирал. А матери осознавали, и, конечно, им было очень больно, очень тяжело. Больно, тяжело. Но они же через этот этап прошли. И смотри, как сразу это откликалось на детях, как менялось поведение детей, и как шло развитие детей, как дети включались. Только прости и благодарю. Я сейчас подумала об этом последнем крике, да? Это как у вас есть последнее слово. Это ты знаешь, наверное, месяц назад новая мама, кто, с кем мы начали работать по аутизму, еще очень тяжело дается этот путь. И я предложила ей посмотреть под этим углом на их взаимоотношения с ребенком и просить прощения за то, как она себя проявляла в отношениях с ним, просто глядя в глаза. Насколько я поняла, до сих пор она еще не смогла этого сделать. Она это просто не смогла, потому что она в этом... Замолчала и боится писать. Вот в этом у нее злость вылезла на нас. У нее здесь много, большой спектр, который защищает ее боль. Защищает боль. Нас она боится и боится писать. Да, да. Вот, кстати, для таких мам книги вот эти по чату, это просто невероятная благодарность мамам, кто тогда работал, что это осталось, и это можно прочесть, просто книги по чату, чтобы эти вещи осознать. Я думаю, что мы в этом году выпустим еще три книги, все-таки, да, выпустим весь этот блок. Александр сейчас вычитывает это все, потому что это просто подарок, подарок, когда ты можешь, подарок судьбы, когда ты можешь все это читать, как обучающее пособие. И до тебя будет доходить, чужие озарения будут доходить, что да, это так. Здесь ты косячила, здесь ты был неправ с ребенком. Здесь, здесь, здесь. И ты знаешь, ведь на самом деле с аутизмом тем же самым детей рождается крайне мало. Аутистами становятся после полутора лет. И практически у всех мам, вот с кем бы ты потом, когда пройдет два года, проходит два года, и ты начинаешь с ними разговаривать, они потом вспоминают те моменты, где их сознание создавало в ребенке аутизм. И ребенок откликнулся, сказал, хорошо, мама, конкретно. И они об этом могут говорить спустя два-три года. А до этого попробуй скажи. Ты услышишь на себя, такой уж от грязи и помой. А лишь спустя время они говорят, да, девчонки, так было. И я помню эти моменты. Я могу теперь себе признаться, потому что я осознала этот опыт, осознала благодарность себе, осознала ребенку, и этот опыт изменил меня. Но это через сколько лет они могут это сказать? Но на самом деле это и большой трансформационный путь, это о развитии сознания. При этом смотри, через сколько лет, да, но не будь вот этих осознаний, которые произошли при консультациях наших, при тех же обратной связи, да, ведь этого не было бы. Человек спал бы, спал бы дальше. А без консультации ничего бы не было, потому что человек-то дойдет по автоматическому сценарию. Да, просто он катится, как камень вниз, и все. И ничего. Дело в том, что вот программное обеспечение записано на диске, и ресурс компьютера ограничен ровно этим диском. И ты даже, если хочешь туда вставить какую-то другую информацию, некуда, места нет. Все, это рассчитано на жизнь в автоматическом сценарии. Камень, вот он. Камень. Вот он бутерброд, который катится, и все. А когда ты удаляешь часть информации, появляется ресурс на то, чтобы что-то заметить, где-то остановиться, сказать стоп-стоп-стоп. И потом, когда ты работаешь, раз, добавил ресурса, два, добавил ресурса, три. Здесь почистил, здесь почистил. Появляется, появляется. И в какой-то момент у человека появляется возможность увидеть себя со стороны, включить по-другому восприятие, и только тогда уже начинается выход. И на самом деле, помнишь, как мы на ранних этапах, когда сразу убираешь программное обеспечение, массово надсознание сносишь, у ребенка быстрый результат, мама там, вау, ничего менять не надо. И подсознание ребенка. Мама для ребенка является той материи, которую они слышат, и которую надо разрушить. Потому что, да, именно эта материя, она захватила, держит в заложниках сознания. И таким образом тогда идет разрушение тела мамы. А это нам не надо было. И мы тогда сказали, нет, надо заходить с подсознания, а не с надсознания. Надсознание вот сейчас очень хорошо зачищать, через два года. Вот ты зачищаешь, и так раз, у ребенка тут же включение, но уже же мама другая, уже же и ребенок другой. Уже же у них и были результаты зафиксированы. И казалось бы, это мелочь, ну это уже ожидаемо. И поэтому вот сейчас даже обратную связь, вчера вот то, что читали, понимаешь, вот чуть-чуть гребенул, тут же раз, пару дней, ребенок засветился. И это... Это классно. Но это нельзя делать на ранних этапах работы. Так оно и невозможно. Невозможно. На ранних этапах это... Ну, оно можно поддерживать, в принципе, там где-то, но это бессмысленно. Это как из пустого порожья. Из пустого порожья. Нет смысла. Надо, чтобы человек все равно изменился. Да, обязательно, чтобы тело услышало. Материя должна услышать. Услышать – это значит почувствовать. Почувствовать. Материя услышит, когда она чувствует. А чувства человек настолько заменил в лучшем случае ощущениями, а большинство своими эмоциями и называют эмоции чувствами. И вообще все, что касается чувствования, оно находится... Чувствование – это знание. Вот чувство – это... Через чувство ты знание берешь. Чувствами. Но чувство... Для того, чтобы начать чувствовать, надо искренне хотеть этого. Ну и даже не так. Это надо пойти... Это надо осознать очень много. Естественно. Это пойти, знаешь, как быть готовым на боль. Причем взять на себя. То есть осознавать, что все, что тебе болит и все, что в твоей жизни было, это все ты создал. То есть не кто-то, дядя Федя, тетя Оля, а все ты. То есть взять то, что человек никак не хочет. И поэтому он не может никак чувствовать. У него где-то там что-то проблеск. И только кольнет, он сразу раз и все, и закрывает это. А при этом, смотри, чувства, они же связывают нас с теми глубинами, где хранятся знания. А эти знания, они все равно прошли через мир материи. И хранятся они через тело выводятся. На материальном носителе хранятся. И получается... Так они вот на ладони. Да. А человек просто отказывается. Отказывается от них. И получается взятые они благодаря свойству материи. Конечно. Жадность. Жадность. Материя захватила и не отпускает. Не отпускает опыт. Не отпускает возможность осознать. Вот она карма. Я буду вести этот мешок. Уже ж это прожитое. Осталось осознать. Нет, я не отпущу. Значит, ты будешь 50 раз проживать в циклической ошибке. Я это не отпущу. И вот это игрообразующее свойство материи, оно и дает возможность накапливаться знанием человечества. Вот оно. Нету ничего плохого. Понимаешь, казалось бы, плохая жадность. Та же самая лень, та же самая зависть, та же самая вина. Осознав все это, и причем осознав с благодарностью, ты растешь просто, ты вырастаешь очень быстро. Очень. У тебя скачок развития. Ты растаешь, и ты можешь управлять материей. Конечно. Не осознав это, ты этого не можешь. А управлять материей, это значит, ты можешь создавать и создавать новое, а не лопатить старое. Ну вот смотри, мы сейчас пришли в точку, когда ты полностью осознаешь подсознание, осознаешь работу, и ты чувствуешь его работу, ты чувствуешь всю информацию, что там есть. И дальше сейчас. Вот ты сидишь перед огромным... Нет, это не рояль. Это больше похоже на орган. Ты сидишь перед огромным органом, и ты учишься играть на нем, чувствуя мир подсознания, как он отразится в материи. Вот эта клавиша будет звучать так, а эта клавиша будет звучать так, а эта клавиша будет звучать так. И это целый процесс на самом деле. И при этом ты же тут же, зная, как это звучит, ты создаешь свое. Кстати. Создаешься, читая, как они звучат. А помнишь, у нас был момент, когда мы все никак не могли... То есть белая нам очень много информации показывала, а черная не давала. И мы попросили черную показать свой кабинет. Она привела, показала орган, но не пустила. Орган. Орган показала. Именно орган. Вот сейчас я говорю. Я помню этот образ. Я вот помню этот, как я даже проснулась с ним. Она показала и не пустила, сказала, дойдете. Да, да, да. А сейчас мы дошли по сути. А сейчас понимаем, о чем это, да? Это разворот, когда ты прошел всю психику, и ты просто уже... Уже из психики выходишь в материю. В материю. Да, вот ты. И тогда вот ты перед органом, и дальше что-то будешь делать. У тебя есть знание, а теперь надо действие. Надо действие. Как ты это будешь проявлять? И при этом у тебя чувство не полностью подсознание. И дальше идет прямое создание. Именно создание. Другое уже из знаний. Из знаний. Причем знаний единства. А это такой ключ вообще. Человек часто слышит. Как там говорят? Единство... Подожди, сейчас вспомню. Закон одного. Что-то еще, да? Все. А сути не осознается сути. Почему? Потому что все это видится из надсознания, из материи. Поэтому. А когда ты из психики, причем, когда ты уже всю психику изучил, то ты сразу осознаешь о чем. Тот же даосский значок тоже, казалось бы, мы как раз натыкались, то есть говорили, о, так это же вот об этом, да? А значки об этом. Там уже вот это. А теперь мы снова пришли. Да. Ну, видишь, у нас исчезли, у нас исчезла полностью избыточная терминология и эзотерическая, и психологическая, и так далее. Но, вот, наверное, грубое, у меня в лексиконе все чаще стали появляться маты. в те моменты, где надо жестко принять или воздействовать на изменения для того, чтобы перепрограммировать, жестко рубануть, отсечь, или вот одно закрыть, открыть новое. Идет просто благодарность, и дальше в стебном варианте, именно в стебном варианте идут силовые слова. И, казалось бы, слова-паразиты, да ни хрена, просто как ты их используешь, в какой момент? Лексика наша речь значит очень много. Лишних слов сейчас вообще нет. И в голове никто не разговаривает. Но при этом появились вот такие моменты, где используются силовые слова. Кстати, очень сильно осуждаемый в социуме. Ну, во-первых, все, что осуждается, уже давно с тобой нам известно, что все, что осуждается, иди туда. Не зная, куда. Принеси то, не зная что. Не зная, что-то. Как мы с тобой осознали, что такое прах, да? Что такое умение. Слушай, как жалко удерживается. Хотя слово жалко не пошло. Просто его надо похоронить. Это правильный подход. Это просто необходимо. Это необходимо. А теперь возьми мощи религиозные. Их же ведь тоже все надо. Все надо похоронить. Потому что это все, мы с тобой знаем, это все ритуал магический. И он именно из материи, который удерживает сознание, удерживает сознание в неволе. неволе, да, ну, неволе, там, сказать, с силой. И таким образом сознание развиваться не может. Оно рассыпается. Да. Потому что мы знаем, что оно не может долго находиться в одном спертом помещении. Оно должно выйти. А для того, чтобы оно вышло, надо рассыпать помещение. Поэтому пока вот есть эти мощи, мы движемся к смене цивилизации. Да. Пока есть трупная тема. Это об этом. Это об этом. И на самом деле это бесчеловечно. Даже если посмотреть со стороны материи, все, что касается вот этих незахоронений, это бесчеловечно, это издевательство над трупом. А тогда возьми еще и кладбище. Хорошо, что не мумифицируется, но хотя все может мумифицироваться, это тоже как задержка сознания. Ну, на какой-то период. На какой-то период. Но теперь ты возьми, возьми сколько этих кладбищ, сколько умирает. То есть на самом деле это нам кажется. На какое-то время там, ну, это один человек, там второй. А ты возьми все скопом. Там поток нескончаемый. И этот поток удерживается. Ну, а сейчас все эти приогены, уже заморозки и так далее. Это же вообще. Да, да. Вот то, что мы видели, когда эмбрионы замораживаются. Это вообще сознание в ловушку попало. Солностью. Да, как мы с тобой это... И пока это не будет уничтожено, оно там в ловушке, оно не может вступить в инкарнационный цикл. Прикинь, да. Точно. Распыленное остается. Это все про рассыпание сознания. Это все про необдуманность. Это все последствия. На самом деле, последствия религии и верования, что ты живешь одну жизнь. Поэтому ты глобально не думаешь о том, что ты вечен, ты бессмертен, и ты вот эту бессмертную часть, ты над ней издеваешься. И что нельзя так делать. Это неправильно. Редко говорю слова «правильно» и «неправильно». Но это факт. Ну, ты сам себе делаешь больно. Разрушить. Больно, кстати. Поэтому и живем в больном мире. Ты сам все разрушаешь. Да. И сейчас очевидно, что религия спадает. И начинается конкретно... Уже не поиск. Знаешь, как перевод стрелочек в другое направление религии. Но это как взять стадо, которое в одном стойле, и это стойло уже начинает слабеть. И вот-вот это стадо огромное выскочит из этого стойла. И пока оно не осознало, что у него сила большая. Вот прям говорю, чувствую это. Пока вот не проснулось все стадо. Его надо аккуратненько показать. Смотрите, какая другая зеленая травка. Другое стойло. И перевести. Ключевая ошибка. Пока человек видит в другом человеке, в другом разумном существе, обладающий способностью мыслить, это то, что отличает нас от животных. На самом деле мыслить, осознавать. Пока человек видит в другом человеке стадо, он центральный. Конечно. Он сам встать. Он сам встать, и он центральный. Даже если он себя назначит в своих амбициях пастырем, он будет играть в стадо, ну и будет играть игру власти-шафот. Но это максимальный контур. И тогда сегодня ты у власти, завтра ты на шафоте. Послезавтра ты у власти, потом ты снова на шафоте. И когда ты устанешь от боли шафота, ты будешь стремиться в центр, успокоиться, чтобы тебе уже, не дай бог, не пришла эта власть, потому что уже, не дай бог, не хочется этого эшафота. Вот оно. Все равно ты к центру будешь стремиться. То есть через боль тебя все равно в эту воронку засосет. Но выход на самом деле не в этой игре. Выход в том, чтобы увидеть в другом человеке Бога. Если ты видишь в другом человеке Бога, то ты начинаешь осознавать в себе его. И вот это выход. И вот этому надо учить. Но это и есть о единстве. Это о единстве. Это о благодарности. И первичности. Да, это о благодарности. Чтобы завершить все эти дебильные игры в войну, в разрушение, в ненависть, в прелюбодеяние, в обжорство. Что там у нас еще по-одинству этим вариантом запомедным нашим. Вот оно. Так или иначе. Очень четко психика это дело показывает. Каждое проявление в материи должно иметь свое название. Ложь – это ложь. Лень – это лень. Жадность – это жадность. Зависть – это зависть. Секс – это секс. Отношения из чего строятся? На каких дальше? В параметрах. И все, если все названо четко своим словом, своими именами, если все четко осознается, каждому пазлику свое место, тогда ты это дело осознаешь, и ты можешь двигаться дальше в единство. И ты вправе выбирать, где тебе хочется получить опыт. Где поиграть тебе хочется. А когда ты это не осознаешь и говоришь, я люблю, но при этом вышла замуж за деньги, он мне должен и так далее. Я люблю, потому что я забочусь там и так далее. И он виноват, это не получилось, потому что он там козел. Это, это, это. Когда есть вынос ответственности, есть игра, и есть вот эти зеркальца маленькие, которые говорят, этот пазл не на своем месте, этот, этот. Это, знаешь, как поднятые эти зеркала, как поднятые пазлы. До тех пор, пока ты его не осознаешь и не положишь в картину своего мироздания на место, ты не можешь выбирать. У тебя вообще выбора априори нету. Ты идешь роботом-автоматом по автоматическому сценарию, или бегаешь, знаешь, как в этом, в лабиринте, в зеркальном. Дум, башкой это зеркало. Дум, дум, дум. В конце концов уже башка. Как болванчик. Да, как болванчик. И кажется, что выхода нет. Вот так у сознания выхода нет. Если заблудилась в королевстве кривых зеркал, это в королевстве лжи. Лжи самому себе. Все болезни начинаются со лжи самому себе. Вся боль начинается со лжи самому себе. И только. И только. Основа. Как только разобрались с лжию себе, в следующий момент захочется разбираться с материей. А здесь надо разбираться с жадностью. Здесь надо с ленью. Ну, лень, само собой. Да. А жадность разобраться, да. А жадность на самом деле, казалось бы. Жадность очень многогранная. Я даже хочу еще углубленную программу по жадности, что мы подготовили, потому что это слишком многогранная тема. Она настолько многогранная, что просто показав одну грань, например, что там минус, там есть огромный плюс, а там вообще есть управление материи. Там вообще, да, именно сама материя, это жадность. Да, сама материя. Создание материи. Опять-таки, через уплотнение. Уплотнение. Это о чем? Это о жадности. То есть тут очень такая разноликая тема. Жадность сжатия. Какие сейчас интересные моменты. Интересные очень просто. Но сейчас есть еще одна тема интересная. Ее надо доделать до конца. Это в следующую нашу книгу пойдет, потому что мы уже как-то с иллюзионистом его вывели на финальный этап. А следующее, все, что связано с болезнью, и все, что связано с болезненными отношениями, с болезненными проявлениями и так далее. С искажениями в отношениях, а это и есть болезненные. Да. Вот эту часть надо раскрыть и положить. И когда ее, да, раскрыв, раскрыв человек, знаешь, это как, раскрыть это значит положить все на свои места. Да, да, да. И человек начинает видеть, да. Ху-ис-ху. Кстати, интересную тему заметила последняя тоже несколько таких известных психологов. Ролики попали, и я так раз даже стук возник в попытке раскладывать отношения нашими словами. А это уже вообще часто очень. Очень часто пошло. Я сегодня тоже где-то в Инстаграм тоже увидела где-то парень, наверное, лет 35 такой говорил про все то, что мы говорим про благодарность, да, он говорил один прям вот нашими словами, только он говорил не благодарность, а любовь. Ну, прям вот нашими словами. И я понимаю, что точно так же он словил, сидел, да, словил, но не осознает. Знаешь, как подмену сделал, я выше. Благодарность это одно, а вот любовь это... И он так, знаешь, тоже увел, вот прям так и увел. А на самом деле, когда словит суть, поймет, что надо вернуть обратно. Да. Что есть разница между любовью и благодарностью. Конечно. И без благодарности и любви нет. Да, есть болезнь. Есть болезнь. Да. Как противоположная сторона, вот если нет благодарности, значит, это болезнь. Если есть благодарность, будет любовь. Вот так. Качельки. Как только сразу качельки. Да, все. Пока человек не осознает эти качели. Точно так же, как я пару дней назад я разослала по основным сайтам, которые выставили наши книги на скачивание и наши курсы продают. Я разослала, ребят, это воровство, встретимся в суде. Это, знаешь, очень резко поудаляли, даже ответов не давали. Вот. Но я не всех цепляла. Но я понимаю, что, ребят, но когда вы воруете, неужели вы рассчитываете, что вы станете на этом богаче? Вы же раскачиваете эту игру, вы же на этом теряете. И вы за это платите. Платите чем? И деньгами, в том числе, своим ресурсом, здоровьем и всем остальным. Но все равно будет работать закон парадокса. Все равно будет либо выиграл-выиграл, либо проиграл-проиграл. И да. Не может быть выиграл и проиграл. Да, не может быть. И в любом случае будет компенсация. Ну, зачем раскачивать ерунду и делать ерунду, если вы этих вещей пока не осознаете? Ну, когда вы осознаете, ну, может быть, поздно. вот. Ну, я, если уже заметила, напрямую заметила ссылки, мне несложно было написать. Думаю. Смотри, а ведь это точно, точно так же о захвате материи ей, сознания, жадности. Вот смотри, опять другой спектр, да, жадности, но как бы и при этом это же жадность и захват материи ей, сознание, удержание, все, однозначно эта материя уже на гибель идет. Да, да, да. Вот, на разрушение. Да. На разрушение. На распыление. А значит, будет болезни, будут неудачи, все, разрушится. И у меня сейчас внутри горит именно на структурировании чувств в подсознании таким образом, чтобы было прямое создание в моменте здесь и сейчас. Уже настолько близко подошли к этому, что видишь со срочкой во времени, причем, вот заметь, как решение нарисовывается. Я даже, есть вещи, которые не хочу проговаривать публично. То есть, оно вот только проходит стрелой, тут же материализация, проходит тут же материализация. И вот, когда вот это дело видишь, понимаешь, что пока осознаешь вдогонку. То есть, прошло чувство, потом прошло проявление, и потом ты понимаешь, что вот это чувство, оно легло в основу вот этого проявления. А ведь на самом деле это чувство мы можем осознанно создать и осознанно проявить. И вот пока еще на вот этой тренировке, конечно, тяжело дается. А это, между прочим, очень большие объемы информации, особенно связанные с декорациями и с разного размера контурами информационными. И это очень интересно нам. Это дико интересно. Это вообще невероятно интересно. Это дико интересно, потому что вот это и есть кнопочки органов. Это и есть когда ты создаешь музыку на органе. Когда ты учишься играть. Кстати, создаешь музыкальные произведения. Под это дело хочу вот на цокольном этаже в доме поставить барабан и фортепиано. Я думаю, орган. Нет, орган нет, а вот фортепиано и орган и сама учится на фортепиано. Ну, пригласить репетитора. Хочется, значит хочет. Да. Дошла до этого и понимаю, дошла через тело. Телу хочется вот именно освоить, научиться играть. Играть не умею на это. Научиться играть хочется.